В округе Нью-Мадрид штата Миссури в США начала исчезать вода в разных местах реки Миссисипи. За последние недели в зоне исчезновения воды была зафиксирована серия слабых земных толчков с тремя сильными. Нужно сказать, что эта местность – одна из самых активных сейсмических зон США и всего западного побережья континента. В истории метеонаблюдений последними в регионе зафиксированы сильные землетрясения между 1811 и 1812 годами. Ученые считают, что вода Миссисипи уходит в образовавшиеся после землетрясения трещины. Наиболее опасным является то, что в зоне Нью-Мадрид расположены атомные электростанции, каждая из которых не сможет перенести разрушительное землетрясение. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле – эффективные пути решения данных проблем. В современном мире крайне необходима консолидация и объединение в совместной идейной деятельности порядочных и здравомыслящих ученых из разных стран мира, которые не служат своей гордыне и понимают всю пагубность существующей системы потребительского общества. Это усилит не только реальную эффективность подготовки человечества к природным катаклизмам, но и даст первые ростки цвета созидательного общества – объединения людей на духовно-нравственных основах вне политики и религии. И на сегодняшний день, благодаря ученым Международного общественного движения АЛЛАТРА, существует надлежащий фундаментальный научный базис, способный сплотить и объединить многих талантливых людей, для которых главными критериями в их деятельности являются человечность и совесть. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.